Международный фестиваль Кубана 2016 открывается сегодня в Риге. Это событие музыкальное и далеко от политики. Этим и объединяет тех, кто сюда пришел. Организаторы даже за безопасность не беспокоятся. Полицейских всего 30 человек будет. Моя коллега Анастасия Тимунчева о том, как и где все будет проходить. Настя, я тебя приветствую. Море-то рядом. Регина, приветствую тебя тоже. При желании до моря добраться можно, но не в шаговой доступности. Нужно ехать на общественном транспорте. Но если все-таки очень захочется искупаться, то только в реке. Река как раз находится рядом со сценой. Да, скажем так, для Кубана это не очень привычное дело. Обычно она славилась именно тем, что рядом море проводилось в Краснодарском крае, рядом с пляжем. Но вот такие нововведения теперь. И скажу я вам, что это не последняя новинка и не последняя необычность этого фестиваля. Сейчас все готовится, площадка готовится. Людей пока сюда еще не запустили. В 18 часов официальное открытие именно для гостей, для журналистов. Ну, скажу, что достаточно необычен сам факт того, что российский фестиваль проводится за пределами России. Ну, а если еще представить, что не где-то на окраине, а в центре европейской столицы, то еще все более необычным кажется. Ну, на самом деле, такие нестандартные сочетания, мне кажется, уже для Кубана становятся таким фирменным знаком. Дело в том, что, да, проводилась она несколько лет в Краснодарском крае, но после финансовых проблем в 2014 году переехала. Она съехала с той площадки, в том числе и за близости с Украиной, и долго искала себе площадку. Поэтому назвали даже фестиваль изгнанником в Калининграде. По каким-то моральным соображениям отказали этому фестивалю. И вот в Латвии приняли его, в том году проводили, и в этом второй раз. Вот все готовят, уже можете видеть, как это будет выглядеть, и гости. Что касается гостей, есть уже несколько групп, несколько человек, которые сюда приехали. Но скажу, что не так уж их много, буквально несколько компаний мы встретили, но зато самые верные почитатели Кубана. Здесь, например, есть ребята, которые ездили семь раз на этот фестиваль, и даже несмотря на то, что он менял свою площадку, но они всегда, так скажем, следовали за ним. Ребят, вот расскажите, вот сегодня легко ли так взять просто и на концертик съездить в другую страну в плане подготовки документов, в плане денежных затрат. Да, ну хорошо, давайте я к вам подойду. Вот расскажите, раз вы взяли ответ за всех, насколько это затратно и проблематично в плане подготовки документов и всего остального. Это очень важно, на самом деле, о том, что есть фестиваль Кубана, на который ты ездишь с какого-то года, дремучего, да, там, с 11-го или... Тебе неинтересна затратная часть, тебе интересно подготовка документов, ну, может быть, немножко сложно, а в остальном тебе все равно важна Кубана. Хорошо, ну у вас примерно вместе с жильем, я так понимаю, вы в палатке будете жить, ну сколько примерно денег на это все заложено? Не надо читать, что же есть деньги, это Кубана. Вам не жалко ничего, я так понимаю, зато большой компанией, да. Хорошо, кого ждете на этом фестивале больше всего из исполнителей, я имею в виду, конечно? Нофикс. Нофикс. Есть еще. Это в шикаре он ждет. Сам ты в шикаре ждешь. На самом деле, есть такая группа рижская, они называются Freelancers, они тоже здесь будут. И группа, которая вчера играла, как они называются? All Day Long. И вот ждем банкрока, ждем фестиваля, смотрим на сцену, по-моему, все отлично. Спасибо вам большое. Ну, в хорошем настроении уже даже желать не буду, потому что у вас его в избытке, я смотрю. Ну, собственно говоря, как раз назвали, слышали вы несколько исполнителей, и вот в этом списке, да, большинство были западные, может быть, не всем известные рок-музыканты. Действительно, большая часть списка, порядка 40 исполнителей, большая часть это либо европейцы, либо американцы. Ну, из хедлайнеров отмечу, конечно же, Garbage и Guana Apes. Такие ребята, известные меломанам, еще с 90-х, которые гремели во всем мире. Ну, из российских проектов отмечу, пожалуй, нейромонах Феофан, проект, который в последние годы приобретает такую популярность. Молодой человек-исполнитель, который сохраняет анонимность, выступает в капюшоне с накладной бородой, в общем, очень колоритный парень. Ну, из полюбившихся уже вопли Ведоплясова, солист бывшей группы «Ляпис Трубецкой», «Кирпичи», «Тараканы». Вот такой вот наборчик, и среди них очень уже такой зрелый артист также есть, Вахтан Кикабиза, 78-летний. Грузин приедет сюда, на эту площадку, будет выступать перед молодежью. Ну, собственно, тоже такая фишка проекта. Каждый год к ним приезжает кто-нибудь из возрастных артистов. В том году был, например, Лев Лещенко. Все это проходит при поддержке Иришской думы. И вот мэр города, Нил Ушаков, говорил, что вообще у нас очень много сейчас странностей происходит именно в плане смешения политики и музыки, как раз-таки в отношении того, что там в Юрмал, вообще в Ладвию запретили приезжать некоторым нашим исполнителям. Он говорит, что Кубану это все не касается, она вообще далека от политики. И те исполнители, которые были в черном списке, вряд ли бы выступали на Кубане, но в целом я всегда выступал и заявлял, что это абсолютнейшая глупость. Потому что носить черный список по политическим причинам, не знаю, болели, ну, большей глупости я себе представить не могу. Ну, еще раз вернусь к месту, где это все будет проводиться. Итак, это остров, который окружен рекой, западная Двина. Ну, добраться сюда можно из, так скажем, если вы смотрите от административной части города, от Рижской думы. Примерно 40 минут пешком мы здесь, вот постепенно сюда приходят люди. Что касается вообще охраны и миробезопасности. Вот мэр города сказал, что порядка 30 полицейских всего здесь будет дежурить. Сказал, что этого вполне достаточно. Хотя, отмечу, в том году в Риге сюда 15 тысяч зрителей приехало. В этом еще больше ожидается. Вот и посчитайте, ну, вот такое число людей, 30 полицейских. Ну, и считают, что этого достаточно. И вот что касается прохода. Да, вот главный вход. Собственно, здесь будет один пункт досмотра, как нам сказали. Будут проверять сумки. Скажите, пожалуйста, а что нельзя проносить с собой на площадку фестиваля? Какие запрещенные вещи, напитки, еда, что нельзя? Напитки, еда, алкоголь, зонтики и вся информация вот там вот тоже есть. А зонтики почему нельзя? Ну, потому что это все-таки общее мероприятие. И поэтому, как бы, если откроют зонтик, могут в глаз случайно выколоть еще что-то. Только за этим. Спасибо большое. Вот, в общем-то, ожидаемо начало фестиваля. Думаем, что это будет очень красочно и зрелищно. Но что касается сравнения с прошлым годом, единственное, о чем тоже переживают сейчас организаторы, также мэр города, это уровень громкости. Дело в том, что в том году жаловались местные жители некоторые, потому что они здесь живут-то рядом все. Если представить, город совсем небольшой, и было им громко. Но вот Нил Ушаков, мэр Риги, сказал, что в этом году новое оборудование здесь готово, поэтому будет тише и недовольных не останется. Посмотрим. Регина, тебе слово. Ну что ж, мы твоими глазами тоже посмотрим, как там все это будет происходить. Это фееричное шоу. Это была моя коллега Анастасия Тимоничева из Риги, где стартует фестиваль Кубана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!